Здравствуйте, друзья, с вами Декарта. Как оказалось, я... Ну, чё удивительного, я идиот. Тут, оказывается, можно банку, можно её просто взять. Вот, пожалуйста, сейчас мы... Мне нужно бежать! Окей, я буду смотреть за автобусом. Давай, красавчик, молодец. Раз, берём банку. Взяли банку и теперь скрещиваем её с вот этим вот. Я уже это проделал, в принципе, один раз. Один раз проделаю, делаю повторно для записи. Долго же я парился, честно говоря. А ведь всё так легко, всё так элементарно. И вот, как назло, именно в такие вот лёгкие элементарные моменты ты тупишь, причём тупишь совершенно по-дебильному. Из-за этого приходится... Приходится из-за этого перепроходить, да. Чё-то у меня с голосом. Давай, заворачивай. По-моему, этого должно быть достаточно. Я не знаю, как мы его сейчас убедим, что это срань... Баночка с Кока-Колой. Но он поведётся на банку и по вкусу не разберёт, скорее всего. Бери, придурок. Вот, мистер. Один... Келпси. Ты вообще не палишься прямо. Это пауза. Обязательно было её делать вообще? Хорошо. Вау! Был лучший Келпси в моей жизни! Спасибо, Спанчбоб. Так, теперь я могу взять твои вещи? Конечно, без проблем. Не забывай относиться к ним с уважением. Они ещё и другим людям принадлежат, мадапак. Окей. Так, давай брать теперь его вещи. Ну, Спанчбоб верен себе. Я вообще удивляюсь, Спанчбоб, зачем ты всякие монетки, всякие сокровища раскапывал? Ты так верьте жопой, что у тебя проблема денег перед тобой стоять вообще не должна. Я знаю места... Ну, я лично их не знаю, конечно. Но я знаю, что есть такие места, в которых тебе за это неплохо заплатят. Смотреть на американский любимец, говорить Стифани. Давай, наверное, мы высветим наши инструменты. Покажем ей, что мы теперь мастера-ремонтниками. Класс! С этой коробкой я могу пройти как Джо-Джо. Кто такой Джо-Джо? Это так... Бывший монтёр? Кавабонга, мадам! Я копирую ниндзя-черепашек и полностью... Хорошо, почти вовремя. Иди рассчитайся с Гарри. Он наверху в читальне. Круто! И сейчас увидимся. Йоу-йоу, камон, да. Ты очень крут прям, Спанчбоб. Ты так танцуешь, просто обалдеть. Я прям смотрю на тебя, завидую. Сам хочу уметь так танцевать, но я не умею, потому что я безданец. Умел бы танцевать так тихо. Говорить с Гарри Галпером. Какие потрясающие экземпляры. Флоры или фауны? Подводные. Фауны, наверное. Или фло... Херово пойми. Флоры или фауны. Это что-то, по-моему, растение, а что-то животное. Ну, пошли говорить с этим Гарри Галпером. Чё он от нас хочет? Вау! Разве ты не Гарри Кульпер, метеоролог? Это я тебе очень повезло. Ну да. И это ещё не конец. Правда? Точно. А в добавление к радости, встрече, я даже готов дать тебе свой автограф. Может, хватит удачи на сегодня? Кому, блядь, нужны твои каракули, Найф? Ой, надеюсь, нет. Но стой, мне не нужен автограф. Я хотел задать тебе вопрос. Что? Автограф не нужен? А, ну, наверное, у тебя они уже есть. Да-да, в штанах спрятаны, там, распирают аж прям. О чём ты хотел меня спросить? Эээ... Ты можешь сказать, когда наладится погода? Мне... Мне нужно, как божен, быстрее выбраться из этого места. А-ха-ха-ха. Вау, твой счастливый день. Тут, эээ... Чего? Тут все в ВСЕ мы закончили строить здание управления погодой. Тин-т-чебла-ла-ла. Когда мы расскажем об этом, погода навсегда наладится в рок-ботом. У-у-у-у-у. Верно. Подумай о притоке туристов, и это ещё большая твоя известность. Не то, что я неизвестен, но никогда нельзя быть слишком известным. Мне кажется, можно в случае с Майклом Джексоном. Его так все заебали потом ещё. Я не совсем тебя понимаю. Если ты построил приспособление, контролирующее погоду, тогда зачем? На станции нужен ты. Понимаешь? Это он так и говорит. А вот это вот. Не-а. Что вам тот парень делает с антенны? Какой парень с какой антенны, блядь? О, не начинай, чувак. Последнее время метаэкран 2200 капризничал. Он показывает погоду вокруг рок-ботом с поразительной точностью. Кроме того, за последние несколько недель его результаты пугают. Он говорит, что великолепная погода не изменится. Тут не выпадет ни одной капли дождя. Блядь, наверное, потому что вы под водой и так. Ясно, что это невозможно. Наверное, он сломался. Ты уверен, что он сломан? Нет. А, кстати, вон тот механик говорит, что оборудование в полном порядке. С чем ещё это может быть связано? Может быть, просто прекрасная погода? Да ну. Да нет, точно. Ты можешь показать мне, где он? Он на мегаэкране 2000. Посмотри, тебе это ничем не поможет. Станет всё только сложнее. Я всё равно проверю, но спасибо. Пойдём уже проверим. Гарри, какое прекрасное имя. Мою улитку зовут Гарри, кстати, между прочим. Э, как же тебе повезло. Мне пора, короче. Да ёбни то, нажал. Почему погода испортилась? Ну, говорят, что во всём виноват Мак Марлин. Но я в это не верю. Ты уже все... Мы уже все, блядь, взрослые. Ты уже все взрослые. Обалдеть. Ну, по крайней мере, я. Маги? Я в это не верю. Вау! Мак! Зачем ему понадобилась эта плохая погода? Может... Может, ему нравится? Я не знаю, может, он боится нашего могущественного погодного Тин Маджи. Блядь. Ой-ой-ой, ребята. Что ж вы такое, блядь, морозите? А, у меня просто от вас уже... Голова болит. Пошли проверять эту штуку. Тедак-тедак-тедак-тедак-тедак. Какой ты бегающий, испанч был. А-м-м-м. Ой, смотри. Зона идеальной погоды собрана вокруг этой пещеры. Зона идеальной погоды собрана вокруг этой пещеры. Это звучит как какой-то очень пошлый эфемизм. Ну, не будем заострять внимание. Открыть дверь. Можно отсюда выйти, да? Давай отсюда выходить, дружище. Так, так. О! Вот таки, наконец-то, мы разобрались, что это за дверь. А то я хоть и пытался ее с той стороны открыть. Пытался, 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 пытался. А оно никак не получалось. Значит, мы можем теперь обратно... Кажется, дверь... Ах ты, падла. Кажется, дверь закрыта. Идти ко входу. Стоп. Стоп. Я, наверное, что-то упустил. Мне кажется. Я что-то запутался. Давай еще раз пройдем. Чего нам надо там сделать? Мы же не должны были просто посмотреть на этот сраный компьютер и уйти. Давай еще раз посмотрим. Отдел новостей. Во-первых, тут всякие вот штуки. Спуститься. Но это с этим бараном я разговаривать больше не буду. Давай еще раз посмотрим. Подожди. Что-то он прочитал. Вот я тоже прочитал. Потом что-то сказал. И у меня из головы это, блядь, вылетело. Наверное, делать что-то классное. Не знаю. Смотреть на экранчики. Смотреть на экранчики. Подняться. Ладно. Я все понял, что я нихрена не понял. Давайте сюда убираться. К чертовой матери. А, стоп. Появилась же, наверное, новая область. Да, да, да. Точно. К пещере Марлина. Маг Марлин. Тебе про этого мага Марлина уже раз 50 говорили. Что-то только сейчас-то. Загрузка. Вау. Погода тут чертовски ясная. В чем тут дело? Я это узнаю. Ну, в чем тут дело? Дружище Марлин, он как бы... А что за Марлин? Я вот в оригинальном мультике Спанч Боб, в мультсериале, я не припомню такого персонажа. О, да. Вот это... Вот это страшно вообще прям. Так, хорошо. Что бы мы делали без таких указателей? Прокачивали интуицию, наверное. Или не шлялись по идиотским местам? Вот что бы мы делали без таких указателей. Спанч Боб. Вот потянуло вас. Это труба. Да что ты говоришь? Трубу бы эту тебе вставить кое-куда. Потому что из-за тебя вот занимаемся, смотри. Черт пойми чем. Рай Нептуна. Рай Нептуна. Теперь бегаем по дну. Смотреть на свеча. Смотреть на тег. Только сухая чистка. Что за бред? Это не знаю. Только сухая чистка. Это означает, что ее нельзя стирать. Почему? Бред. Расползется ткань. Спанч Боб, ты что такой нехозяйственный? У тебя улитка Гарри стирает в доме? Смотреть на автомат. Вау! Всегда хотелось попробовать что-то из такого. Думаю, можно потянуть ручку. Ну, давай потянем. Раз, раз, раз. Не удалось, походу. Или удалось? Ну, ты попробовал и... И что? Мы что-то сделали? Эти стрелки... А, эти стрелки, это у нас указатель. Правильно? То есть, вправо, вниз и влево. Идем туда. И сейчас будем там так идти. Ой, тут темно и холодно. Давай вот, вправо. Вправо. Давай, давай, давай. А, вот, идти туда. Потом идти туда. Замечательно. Мерлин прям не палится этот вообще. Или как там его звать, этого мудака? Он, он, он вообще, видимо, не хочет совершенно, чтобы мы его нашли. Взял, взял путь и сейчас сохранил. Опа! Вау, похоже на какое-то чародейское логово. Готов поспорить, что наверху Мерлин. Эй! Что тут делает Патрик? Эй, помните, дети, не играйте с огнем. Патрик, скажи мне, куда ты вообще проебался? Мы с тобой вместе приехали, ты потом забухал с какими-то мудаками, а теперь ты здесь. Вот как это понимать? Смотреть на... И нет фонаря на столбе. Ох, твою мать! Вот это дурак ты! Хотя говорить, что Патрик дурак, это все равно, что говорить вода мокрая. Хотя вы, ребята... Патрик, Патрик, вы к воде привыкли, наверное, вы ее не замечаете. Спит как камень, противоположность сну под камнем. Что было что, блядь? Что было бы типично. А, ну да, он же спит под камнем. Ты какой, смотри, каламбурец, спанчбоб. Смотреть на зеленый шар. А, то есть нас туда не пустят? Ну давай проверим. Вот, кстати, и этот мудак, между прочим. Мерлин Мэнсон. Э, спой, спой божественную песню какую-нибудь. Вомните, дети, не играйте с огнем. Давай там какую-нибудь. If I was your vampire. Классно я пою Мерлин Мэнсон. Да, прям вылитый Мерлин Мэнсон. I came to see a map scene. And I wanted you all seen. Тоже вот потрясающий Мерлин Мэнсон. Прям вот вылитый. Говорить синоптик Марли. Чего я до сих пор не выступаю вообще? Вместо того, чтобы летсплеем заниматься, я бы мог бы выступать. Тоже гримировался бы, да. Выглядел бы как урод. У меня бы это получилось. Выглядеть как урод не очень сложно. Пел бы вот такие вот песни, типа. Tainted Love. Ля-ля-ля-ля. Вот так выходил бы. Собирал бы концерты. Ладно. Говорить синоптиком Марли. Привет. Ты Мак Марлин? Я не знаю. А ты Мак Марлин? А? Если бы это был я, почему бы я тогда искал Мага Марлина? А? Ты мудак, блин. Потому что, мой дорогой Марлин, это был бы прекрасный повод смутить меня. Чего? Хочешь, я тебя смогу смутить? У тебя нос похожий на член дикобраза. Ага. Так ты не Марлин. Но поверь мне, этого не больше шанса того, что я Марлин. А что это за большой розовый парень, что спит в моем гамаке? Может он Мерлин? Так Мерлин или Марлин? Нет, это мой друг Патрик. Ну, если один из нас должен быть Марлином, наверное, это буду я. Хотя я не могу сказать, что я счастлив по этому поводу. Марлин злой. Почему ты злой? Два слова. Гэри Галпер. Странно, он такой милый парень. Не позволь ему тебя обдурить. Это он создал управление погодой Тинджамик. Бля. Да, вот, кстати, хороший вопрос. Эта штуковина управляет погодой. Звучит круто. Нет, управление погодой это моя работа. Но этим занудам нужен сюрприз. Я опечатал магии дверь в хранилище. Устройство. Теперь они не могут до него добраться. Они поймут урок. Ну да, ты тоже уроки преподавать умеешь. Это батанье такое редкостное. У него глаза, по-моему. Ему даже очки не надо носить. У него глаза уже как будто он очкарик. Хотя он не очкарик. А хотя может он и очкарик. Мы даже не знаем толком, Марлин он или нет. Отчего нам быть уверенным в том, что он не очкарик. Так это ты виноват в том, что везде вокруг такая плохая погода. Мудак ты носатый. Конечно, я все еще управляю дождем. Хотя бы на данное время. Тогда зачем тебе тучи над рокботом? Чтобы задать Галперу урок, он хочет украсть у меня работу. Как? Построив управление работой Тинджамика Гамбагера. Управлением погоды это моя парафия. Бля, что? Я не отдал такая пизду парафий. Но мне нужно отсюда выбраться. Парафит. Что, свечку парафиновую в жопу себе вставил? Пока устройство не будет уничтожено, погода не наладится. Ага. Отлично. Может я смогу тебе помочь? Все что угодно, чтобы погода наладилась. Ты точно мне поможешь? Конечно, без проблем. Ух ты, что ты так запрыгал. Вот что я тебе скажу. Я дам тебе магический шест, который пустит тебя в хранилище погоды в VCI. Ты пойдешь туда и сорвешь работу машины. А потом я немедленно налажу погоду. Честное слово, я вы и сам туда пошел, но они больше не пустят меня даже в прихожую. В прошлый раз я носом нажал мне те кнопки и все сломалось. Что-то в тебе говорит мне о том, что умеешь ломать машины. Я уверен, ты там разберешься. Великолепно. То есть он решил дать мне шест. Какой-то волшебный шест. Ну это правильная идея, Марлин. Потому что ты бы видел, как я умею вертеть жопой, чувак. Шест это для меня просто. Даже в экране загрузки было заметно уже. Зачем ты трахаешь эту книгу? Так где магический шест? О, вот он. Не потеряй его, он очень ценный. Хотя, вообще-то, мама мне говорила в детстве... Спасибо, Марлин. Нет, тебе спасибо. Ты спас меня от безработицы. Мама мне в детстве говорила, что когда дяденька говорит «Потрогаем мы волшебный шест», этого делать не стоит. Ну да ладно, наш спанчбоб, он доверчивый человек. Волшебный шест? Это волшебная палочка? Какой пиздушный? Какой нахер шест? Я уже представился как у стриптизерши, у какой-нибудь Саши Грей там так. Шест конкретный, шестища. Инвентарь. Давай еще поговорим. Я вернулся, я заметил. Мне нравится тот автомат, который стоит у входа. Да, он хорошо работает, как символ риска и вероятности того, с чем мы все сталкиваемся каждый день. Да, красиво. Ну так, Марлин, мне нужно идти, скоро вернусь. Я буду здесь. Ладно, замечательно. Клесится. Давай мы, наверное, пойдем сразу. Мы можем? Да, мы можем сразу пойти сюда. У меня есть волшебный шест. Идем к этой долбаной войти. Теперь сюда войти. Классно он бегает. Это все-таки такой забавный малыш, этот спанчбоб. Я не знаю, я его люблю. Я и мультики люблю, и игры такие люблю. Так, надо, наверное, сохраниться. Давненько я этого не делал. И волшебным шестом мы сейчас будем... Оп. Я не хочу... Ты че? Ты че мне гонишь? Мне явно сказали волшебным шестом взятие. А, ну правильно. Он еще, наверное, не воспринимал его тогда как предмет интерьера. Мы далеко находились. Зачем мне класть это сюда? Он же сказал волшебным шестом разбить камп или че? Я неправильно понял, что ли? Я был уверен, что речь идет вот об этой фигне. Ну хорошо, давай тогда выйдем и попробуем волшебным шестом разбить что-нибудь этому монти... А, монтер, да. Он же монтер там, он монтирует. Давай вот... Давай поговорим с ним. Говорит с инженер. Пусть он уйдет отсюда. Привет, спасибо, что одолжил вещи. Без проблем, приятель. Тот Келпси был таким освежающим. Да, но вещи я тебе все равно не отдам. Мудак-то, блядь. Так. Че-че-че-че мы тут можем? Ага, во-во-во-во-во, да. Вот это, наверное. Давай. Не думаю, что это хорошее... Ты че, оборзел, что ли? Как это нехорошая идея? Спасибо, что одолжил. Ну давай, может, ему действительно их тогда отдадим. Нет, смотри-ка, не хочет. Блин, а ты... Твою мать. Так, давай. Оп. Не хочу этого делать. Ты смотри, а. Мэджик, мэджик Уэнт, а ну-ка. Зачем мне класть это сюда? Вот ты, вот ты, блин... Ай, не-не-не, туда нельзя, правильно? Так-так-так-так-так, щас. Че-то я не понимаю. Здесь ничего? Может вот это? Пройтись? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давай попробуем еще тогда здесь что-нибудь. Слышь, ты не подскажешь, что тут у вас можно раздолбить в шестом? Давай вот в эту дверь, кстати, пройдем. Да, да, мы же еще сюда можем. О, вот и оно, управление камерами. Не хочу этого делать. А если вот так? Я этого... Блин, вот ты пидарас. Короче, Сванчбоб, ты меня расстраиваешь. Ну, давай сюда попробуем пройти. Вау! Планктон, да тут сейчас будет трендежа просто. Ух, давай, говорите с тобой, говорите с Планктоном. Привет, Планктон! Что ты тут делаешь? Я пытаюсь снять рекламы для главного ковша. Я проделал весь этот путь к этой дыре, а эти мужланы даже не могут найти для меня оператора. Блин, да иди, и то нажал. Погоди, погоди, попиздим с тобой еще. Я вернулся, я понял. Это очень плохо. Мне предложили помощь, но я не знаю, одобрит ли мистер Крафт мою помощь в этом соревновании. Я сказал реклама? Я говорил о публичном выступлении. Да, я снимаю публичное выступление. дети ходите в школу и все такое прочее это для детей ой для детей почему что не сказал черт ты ты меня возьмешь с собой абсолютно точно нет я хочу чтобы дети увидели преимущество высшего образования это мой долг как того кому подражают и кроме того у меня для тебя есть кое-что особенное мальчик общественное объявление чуть-чуть дополнительного ок договорились какой пиздецовый перевод я нихера не все просто мне нужно чтобы ты пошел в следующую комнату и нашел управление камерой потом просто направь на меня камеру и начни запись а остальное сделаю я звучит довольно просто окей планк он я в деле все для детей по-моему тебя немножко обманывают да дети конечно кто что же чего-чего да да дети дети еще сигнал подземное искусство танец мы не должны увидеть что значит я думаю ты прав но нам как бы дают понять что планктон нас обманывает что это не для детей а то мы не догадывались планктон что думаешь а рок-боттом мне пора планктон еще увидимся что ты думаешь а рок-боттом плантон беспозвоночные они все и мне место тут но вокруг тут хотя бы много китов ой я люблю китов они так грациозно парят над водой спокойно заглатывая миллионы планктон да спасибо не пора план планктон еще увидимся стой не хочешь увидеть мой диплом посмотрю в другой раз спасибо пока нахрен не твой диплом ты чё приемная комиссия что давай оп оп спанчбоп иди к сюда иди к сюда так здесь здесь мы точно ничего не можем сделать вот хочу проверить ой выйти выйти не выходить не надо давай будем камеру камеру будем ставить надо направить на него камеру планктон о вот камера сфокусирована прямо на нем окей планку мотор ох твою мать привет планктон владелец главного ковша и всего прилегающего многие из вас наверное заметили что главный ковш довольно час стал появляться в программах теле новостей я уже не говорю о различных заголовках которые мы считаем местных газетах за последние недели и сегодня я пришел к тебе чтобы решить все вопросы раз и навсегда я невиновен я даже не думал о том в чем меня обвиняют эти тупоголовые репортеры эти фотографии поддельны остальные утверждают что главный ковш использовать только свежие продукты это все ешьте в главном ковше спасибо добрый вечер вот так вот вот так вот планктон наш да а ты спасибо мне не хочешь сказать кстати за это все эти немножечко там помог ну чё эй план тон это не звучало как публичное выступление я практически умолял детей оставаться в школе но если я этого не заметил это не заметит и дети а чья это вина конечно не моя я делаю публичное выступление а кстати кроме этого было что-то еще кое-что еще договори быстрее блять о спасибо ну мне кажется пора я остался тут поболтал но нет начинается день я нужен в чем бакить если точнее главном каши окей пока план тонн еще увидимся ты так а ну вот взял взял ушел мне теперь скучно будет ладно а чё вот стоп-стоп там что-то вот мигает мигает прям не нет ни то ничего с этим сделать нельзя ладно окей а кстати теперь может быть мы можем может быть теперь мы дружище с тобой можем поставок все это сделано взять и раздолбить не хочу но не хочешь как хочешь давай тогда пойдем в комнату управления в которой мы тоже еще не не были не были а нам туда а этот пидорас все закрыл правильно правильно говорить стиффани ну чё пошли значит еще еще раз чё же делать нам с тобой дружище подскажи мне но ты мне конечно же ни хрена не подскажешь о что шоу оу блин давай может быть на него зачем так что тут парень делает с антенной погоду баба 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 это мы уже все читали мы это уже все читали да этот долбанный мэрлин мы здесь смотрели где он находится и мы опять такие ну не может он не хочет он он не хочет этого делать вот вот не хочет он вот под люка вот никогда он ничего не хочет раньше он не хоть и опять такие блин обвинять кроме себя некого я виноват вот я в этом виноват я прям чувствую чё еще чё еще можно тигр жавому якорю мать его тина тв к пещере марлина идти к автостанц идти на на тв идти на тв спанчбоб ты хочешь идти на тв тебя ж на тв мало показывать ты вообще совершенно неизвестно о тихо это куда а это мы да это мы обходим точно я вспомнил смотреть на спутник смотреть на но мы тут как бы смотрите всем больше ничего не можем сделать идти к же крыше к ржавому якорю а может не надо к ржавому якорю там что-то исправить или или как чего-то я не припомню да давай на нет ну а что тут можно сделать этой сраной палкой не не понимаю я честно говоря был просто абсолютно уверен что не хочу этого делать а давай вот сюда вот секрет секретный кажется дверь закрыть до чтоб тебя а вот начинается опять начинать начинается голова мой ну блин ну он же сказал он сказал раздолбай волшебной палочкой комп или что он в эфире смотреть на американского любимца на календарь календарь милый он не хочет с ней разве представьте женщину с тобой компьютер смешно мне наверно кажется будто я застрял в компьютерной игре а кошмар да я бы не сказал чувак ты еще не в план не в самой худшей игре застрял вот если ты застрял как макс пейн например у которого жену грохнули ребенка вот это было бы грустно а так еще более-менее или если ты застрял в пост или 2 вместо кого-нибудь из обычных нпс вот это было бы тоже грустно тем головой лопату оторвали наоборот все наоборот точнее лопатой гол ну не важно что же мы будем делать то с тобой спать боб ты у меня не хочешь совершенно работать ты меня очень огорчаешь прикосновение ангела рыбы страшновато чудесный мир банок звучит интригующе нет не звучит интригующе спать боб какой ты я прям тебе завидую тебе все так весело все так нравится все интригующе ты живешь в таком потрясающем мире я с тобой конечно с удовольствием бы местами поменялся на потому что такой жизнерадостный человек но блин это нихера не интригующе это он тоже не хочет и это он не хочет нихрена подсказка а спанчбоб должен использовать волшебную палочку чтобы попасть в комнату управления погодой так а стоп так вот эта дверь это такая вот дверь она открывается она о господи я понял долбаная дверь открывается сраной палочкой просто жесть вот с таким вот замком абракадабра алла козырь майами спанчбоб открой эту дверь замечательно комната управления повод на чё штука magic контролирование природы что ты такой сморознул сейчас спанчбоб мне кажется что у тебя крыш крыша едет уже потихонечку от всего а ну повернись повернись я я хочу тебя падлу такую заскринить а у меня не получается ладно не получается откуда там патрик откуда там порядке патрик когда те голосовые связки пересадят мне кажется если я был маленьким ребенком я бы боссался от страха в этом месте от этих голосов от этих рисованных персонажей не знаю это в аду такие мультики показывают наверно сатана их смотрит каждый день такая адовая кайф у вас заканчивается творческий потенциал ребята на такую озвучку адовую перешли музыка тоже классная музыка классная голоса классные все класс другой голос совершенно да чё ты культями то своими машешь баран чем чем будем делать спать боб такой страшный на этой вот 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 именно в этих заставках уродливый пиздец мне не весело еще сейчас не весело мне сейчас немножко страшно давайте завязывайте дайнер кафешка ага голодный голод ну да он же не кушает совсем по нему видно что он прям худой-худой патрик своем лепертуаре ну что ж а теперь мы будем глава 3 назад в квадрат 1 кия и это совершенно несерьезно что вообще тут выдумали в общем по-моему замечательное место для того чтобы закончить серию если понравилось это видео подписывайтесь на канал комментируйте это видео ставьте ему лайк открывайте описание там плейлист на эту игру и многие другие игры и всем счастливо всем удачи всем пока